Спасибо. Так. Ну что, здравствуйте всем еще раз. У нас с вами сегодня первая книжечка цикла «Космобиолухи». Сейчас немножко вам расскажу про Ольгу Громыко с точки зрения уже космобиолухов цикла. У нас когда-то было с вами занятие по Ольге Громыко, по профессии ведьма. Вот, про Ольгу Редную. Немножко я рассказывала вам про эту писательницу. Космобиолухи совсем другая линия, поэтому нам можно еще раз рассказать про этого автора и как она выглядит. Так, ну давайте. Значит, да, Тимур, ты что-то спросить хочешь? Да, у меня был вопрос, до скольки мы должны были дочитать в книжке? Да, до скольки получилось? Пока что. Как получилось, да? Мы сегодня начнем просто знакомиться. Вот, а ты докуда дочитал? Меня по частям распределит, я до девятой части. Ясно, хорошо. Так, по событиям чисто, да, будем ориентироваться. Ну давайте. Значит, это целый цикл книг, очень интересных, продолжают они писаться. То есть Громека пишет в этой же вселенной, да, в этом же мире, с этими же героями, напишет дальше произведение. Поэтому мне, ну вроде бы как, в этом году еще что-то появится. Вот, общее название этого цикла, этой серии книг, космоолухи, да, то есть начинается космобиолухи, да, потом космоэколухи, экологов, да, космопсихолухи, космотехнологи, да. Ну, это, конечно, преобразование слова биолог, да, там эколог, психолог и технолог и так далее. Вот, они смешные. Там самое главное сначала вот вникнуть, познакомиться со всеми героями. Я сегодня вам про этих героев всех немножечко расскажу, потому что первый раз, когда я читала эту книгу, мне было немножко сложно переключаться. переключаться между одной командой и другой командой. У нас там целых две команды, и много героев сразу вводится. А потом уже с ними разбираешься, и они уже, ну, как говорится, как родные становятся. Вот. У них смешные приключения, и бывает страшно, потому что пираты все-таки есть, и не только благородные, но и неблагородные. Так, все, Бахар, да. У вас микрофончик включен. Так. Ага, все, поняла. Ага. Так, вот. Значит, у нас начинается с биологов, да, космобиологи, потом экологи, психологи. Так. Дальше начинается, значит, есть сборник рассказов «Космоолухи» до, между, после. «Космоолухи» рядом, тоже сборник рассказов. Потом появилась книга Киборг и его лесник. Ну, кто такой Киборг, мы знаем, да, немножечко все-таки фантастикой все увлекались. То есть это… Человек, у которого протезы, как бы, такие. Ну, в этом плане, да, есть такое понятие этого слова, но в данном случае у нас будет разговор о биологических существах, которые ближе к роботам, да, такой андроид, можно еще сказать. То есть это с программами, да, то есть управляются они программами, и у них устанавливаются усилители, да, всех функций, то есть они суперсильные, вот, но они создаются, эти роботы, на биологической основе. И сейчас тоже поговорим про это, да, то есть речь идет вообще, в принципе, во всех этих книгах про тех Киборгов, которые осознали себя как человека, да, как личность. Встретимся на Кассандре, одна из моих любимых вещей, но к ней надо подходить вот сначала предыдущие книги, почитав, потому что не совсем понятно, кто у нас тут действующие лица будет иначе. Вот. Очень часто в этих книгах пересекаются герои одной истории, другой истории, упоминаются какие-то события, интереснее все-таки вот по порядку все это читать. Вот. Но встретимся на Кассандре, там вообще очень красивая книжка получилась. Карма, немножко тяжеловатая, наверное, для, он чисто вот так вот эмоционально, да, она такая серьезная уже такая более-менее книга. Ну и Киберканикулы, прекрасный опять сборник рассказов, приключения. Давайте мы начнем с космоэкологов и сначала мы знакомимся, да, с теми, кто там у нас есть, так базовые герои наши, да. Значит, в какой мы, где мы находимся, в каком мире. Мир, в котором уже во всю космические путешествия, да, когда у планет есть сообщения между собой, летают, космические корабли летают очень на дальние расстояния, и перемещаться им позволяют так называемые прыжковые двигатели. То есть в каком-то определенном месте, пространство, есть так называемая червоточина, через которую можно быстро прыгнуть на очень дальнее расстояние. Это называется прыжок. Вот, то есть корабль входит в эту червоточину, прыгает и оказывается там уже в другой галактике, да. Можно еще сказать, там в одной книге, там говорилось про хронодыры, это, ну, немного другой, но то же самое почти. Примерно оно. Они там как-то образуются, и вот, типа, их можно с помощью них попасть там в другое время. Совершенно верно. Есть такая теория, и, например, Интерстеллар, да, фильм, он вот построен на этой теории отчасти, что совершенно, ну, как бы, у нас трехмерное пространство, да, если к нему добавляются, если мы научимся как-то взаимодействовать с остальными какими-то с большими измерениями, да, четырех, там, пяти и так далее, то, возможно, вот этот прямолинейный путь, ну, муха идет по листу бумаги, лист бумаги, линия, да, ей надо попасть на другую сторону бумаги, и она ползает по одной стороне, потом поворачивает с другой стороны, это как мы двигаемся, да, к примеру. А можно просто прогрызть дырочку в этой бумаге и сразу оказаться по ту сторону, да. Вот, вот именно такие теории могут помочь когда-нибудь в космических путешествиях гораздо быстрых, более быстрых, чем сейчас. Еще про, это, про вот эти вот двигатели, там вот было, что вот, ну, со скоростью света, вот свет движется вот по прямой, но если согнуть эту прямую, то вот свет будет двигаться по согнутой, а вот, вот, когда она согнута, с одного конца на другой добраться будет быстрее, типа, вот так вот. Да. Можно обновлять скорость света. Да, ищут люди, ищут, да, то есть теоретически чисто вот представляют, что может быть, да, в этом случае, но пока еще вот пытаются найти, как это может быть, да, практически именно. Земля остается, как бы, основной планетой, да, откуда вышло человечество, но есть и другие расы. А Ольга Громыко у нас биолог по образованию, и она эти остальные расы описывает просто прекрасно, соблюдая все законы биологии и так далее, да. Но у нее они еще поведенчески очень интересны, эти расы некоторые, посмотрим, да. Кроме того, у нас, значит, межпланетная торговля процветает раз, быстрее начали летать, и преступность межпланетная тоже. То есть пираты, да, конечно же, когда есть пираты, то есть и полицейские. То есть вот такая вот у нас система, да, в которой мы сейчас оказались. Вот. Есть такая Dex Company, которая производит вот этих киборгов. Вот. Ну, мы уже поговорили, да, что у них это сверхсильные существа, да, про которых Dex Company говорит, что они исключительно контролируются, поскольку люди опасались таких, ну, мощные такие существа появляются, да, рядом с ними, люди опасались их. И Dex Company заверяла, что они полностью контролируются программой, как компьютер, и ничего больше программы, и полностью выполняют команды, да, разных типов. Киборги появляются, да, там спецслужбы, боевые, для работы по дому и так далее. Вот. Но что-то пошло не так, да, и некоторые. Киборги шестого, с шестой модели начиная, с ними происходит так называемый срыв. Срыв выражается в том, что он начинает осознавать себя как личность, перестает подчиняться, а дальше поведение уже в зависимости от ситуации, в которой он существовал, да, в зависимости от всего, что вокруг него, поведение моделируется, да, постепенно. Dex Company объявила их бракованными и заявила, что если у кого-то из хозяев есть такие проблемы, надо позвонить Dex Company и сдать этого киборга. Dex Company, а компания, типа, либо будет, ну, заменит на другого, а сорванный, если можно поправить, поправляется, если нет, уничтожается. Короче, понятно, да, что наши герои такого киборга сдавать компании точно не будут. Кто у нас герои, да? Первая команда. Первая команда формируется у нас. Значит, главные наши герои – это Станислав Петухов, который капитан этой команды, который уже ушел, но он был боевым человеком, участвовал во многих боях, в сражениях и ушел на пенсию. Спокойно себе жил человек на пенсии, пока его друг Вениамин Попков, врач, не сказал, не хочешь ли ты, Стасик, купить корабль и повозить грузы какие-нибудь по заказам. Стасик не хотел, но они его там очень хитро обвели вокруг пальца. Короче, Станислав Федотович не успел оглянуться, как у него уже была вся команда и корабль на руках. И дальше, в общем, как бы судьба распорядилась, да. Вот, ну, естественно, Вениамин пошел сейчас, Тимур, да. Вениамин пошел к нему в команду тоже. Да, Тимур? Что его они там напоили, когда сказали, что это там около кофе, но кофе, мне кажется, не было. Да, да, да. Начало этой истории произошло именно под крепкие спиртные напитки, да. Ну, в общем, они его действительно, ну, немножечко обманули, да, Вениамин и еще один друг. Вот. И в итоге, когда Станислав Федотович просыпается на утро, он выясняет, что он, во-первых, купил корабль под залог, ну, взял кредит, под залог квартиры. Во-вторых, у него есть судовой врач. В-третьих, у него есть уже пилот, да, Теодор, который он там же нанял, успел за это время, да, за этот же вечер. Вот. Ну, в общем, короче, как-то получилось так, что пришлось ему браться за это дело. И даже, он даже успел за тот вечер взять заказ на перевозку тех самых биологов, да, компаний биологов, которые нужно было отправляться на далекую планету, проводить эксперименты свои, работать. То есть, в принципе, довозишь эту компанию биологов, сидишь там, пока они эти работы выполняют, месяц отдыхаешь, потом везешь их обратно, за это платят, да. Пилот, которого они нанимают, яркая такая личность. Ну, если вот на картинке, вот это вот Теодор у нас, вот это здесь, вверху справа, Теодор родился на далекой аграрной планете. Смотрите, параллель четкая. Дальняя деревенька где-то у нас бы была, да. Дальняя аграрная планета, где занимаются фермерством в основном. Всего один крупный город на всю эту планету. Да, три учебных заведения, которые учат только сельскому хозяйству. Теодору это дело очень не нравится. Он сбегает, как только совершеннолетие достигают, он сбегает с этой планеты и отправляется, значит, пилотировать, учиться пилотировать. Кабайкер. Кабайкер – это, в общем, космические мотоциклы, можно сказать, да, кабайки. И периодически устраиваются гонки на этих кабайкеров. Ну, в общем, Теодор этим увлекался одно время. Им нужно вылетать, но у них нет навигатора, поэтому навигатор нанимается, пока капитан бегает оформлять документы, нанимается навигатор. Дэн Воронцов. Рыжий, худощабый, чем похоже, что очень сильно болел и все еще болеет бронхитом. Короче, Вениамин его нанял, потому что светлая голова, да, но Вениамин его взялся и лечить от этого бронхита. Особые приметы любит сгущенку, причем сгущенку любит с чипсами. Кто пробовал, я еще не рискнула ни разу. Вот. Хладнокровный, спокойный, но умеет за себя постоять, абсолютно не повышая голоса. То есть такой очень интересный молодой человек. Так, биологи, которых они везут на ту планету для исследований, там, в принципе, из всех героев-биологов стоит запоминать только Владимира, который начальник этой экспедиции, и Полину. Полина, потому что будет у нас дальше летать с этой командой. Да, Полина уйдет из биологии, останется в экипаже. Вот. А она с нового Бобруйска. Вы, наверное, слышали, что такое Бобруйск, да, и что он, ну так, шутаешь, много анекдотов, да. Здесь целая планета новый Бобруйск. Полина безумно любит всякую живность. Из-за этого капитан периодически, значит, ей категорически запрещает тащить какую-либо живность на корабль. Вот. То есть она любит живность до тех пор, пока Таня начинает интересоваться Полиной в качестве обеда. То есть тащит, тянет руки ко всему, что не может съесть ее саму, да. Вот. В будущем мы познакомимся с Полининой мамой. Очень такая характерная дама, которая сильно подозрительно относится ко всему экипажу и космосу. Вместе с кораблем заводится именно техник корабля. То есть никто не знает, откуда он взялся, как он, значит, попал на этот корабль и так далее, да. Но тем не менее он типа домового при корабле. То есть он, ну, выполняет буквально все функции на корабле, да, с механикой, и все работает как часы. Он, короче, очень ценный член экипажа, только разговаривает он немножко странно. То есть разговаривает он так, что у него нет гласных в речи, да. Вот. Я лично не все его фразы в этой книге расшифровала. Потому что он очень такой интересный, да. То есть, ну, расшифруйте, да, неповторимого стиля речи, в которой практически отсутствует гласная, да. То есть я даже прочитать так не смогу, как он говорит. Это вам не какое там зеркало желания, как оно там называлось, перевернутое с этой самой. Да, да, да. То есть, ну, Михалыч вообще, конечно, очень интересный. Весь такой заросший, борода, да, такая крупная у него. Вот. Но без Михалыча корабль бы не летал явно. Значит, это наша одна, да, компания. Это один экипаж. Второй экипаж, про которого идет, знаете, там как бы идет одна глава про экипаж космического мозгоеда. Корабль, на котором, вот, про который я рассказывала сейчас, называться будет в дальнейшем космический мозгоед. История названия тоже будет интересна, почему так. Вот. А теперь у нас другой корабль. Экипаж Сигуре. Сигуре называется корабль. Есть в нем что-то японское, да. Что-то японское у нас. Это его капитан Роджер Сакайя. Роджер Сакайя, бывший полицейский. Где-то кому-то он там начальству не угодил очень сильно. И в итоге ушел в пираты. Но он у нас благородный пират. Вот. Среди пиратов он носит прозвище Унылый Роджер. Ну, вы знаете, да, что пиратский этот флаг назывался Роджером, да. Черный Роджер. Вот. У нас и Унылый Роджер. Интересный такой товарищ. Довольно интересная команда. И мы сразу понимаем, что это точно добрые пираты. Но, ко всему прочему, они еще и неудачливые пираты в основном. Да. То есть им вечно не везет. Вот. Японец-попрадедо. Родом с планеты Джемини 5. У него есть потрясающе классный питомец. Вот этот южик. Петрович. Белый древесный южик с планеты Ниагара. Да. Самое интересное, что белые древесные южики обладают сильной эмпатией. То есть этот южик чувствует, когда человек беспокоится, когда человеку хорошо и так далее. Вот. Идет на ручки обычно к тем, у кого более ровный эмоциональный фон. Вот. Ну, как бы не всегда это бывает сакай. Не всегда это бывает его хозяин сакай. Вот. Мне кажется, он довольно разумен. По крайней мере, эмоции он ловит очень хорошо. Корабельный котик такой, да? Так. Следующий. Там в интернете полно роликов, где сипы это заводят домашних южиков, и они там пузиками кверху так валяются. И так далее. Домашние южики. Есть белые домашние южики, кстати, вот. Кто у нас еще есть, да? Пилот. Пилот Винсент Винни Чернов. В основном Винни его зовут, да? Вот. Значит, ну, воевал в спецназе, избил командира, вызвал по его коммуникатору поддержку для солдат, которые попали в засаду. Ну, командир не хотел, да, вызывать поддержку, поэтому ему и досталось. Потом сбежал из-под ареста. То есть, в общем-то, опять же, человек, который попал в пираты не совсем по своей воле. Родом с планеты Новая Прага. Чувствуете название планет, да? От земных идут, явно, городов там. Вот. Азартный. Любит все минировать и взрывать. Насчет минировать и взрывать, это... Сакай его еле-еле ухитряется ограничивать в этом увлечении. Вот. Поэтому немножечко с ним связанных таких ситуаций. Здесь одна девочка пыталась сделать на искусственном интеллекте портреты. Мне, в принципе, вот только вот Фрэнк понравился, как портрет Фрэнка. Фрэнк Фомагалли. Ну, итальянское имя, да? Хакер и навигатор. То есть, в той команде навигатор Денис у нас Ден, здесь у нас Фрэнк. Умеет достать и вызвать взрыв эмоций у любого человека. То есть, он такой, знаете, он очень классный хакер, очень талантливый, да? Но при этом, вот, ежели, ну, довести до взрыва негодования кого-нибудь, то зовите Фрэнка. То есть, Фрэнк справится, да? Вот. Ну, в свое время что-то не то взломал. А потом ему пришлось сбегать как от полиции, так и от мафии, которая пыталась его завербовать к себе, да? На работу. Ну, и если там был механик Михалыч, то тут у нас механик Джил Мисотвертка, Джилико. Не очень любит, когда ее называют Мисотвертком. Но, опять же, корабль держится на ней. Волена она была с космофлота за то, что вопреки прямому приказу полезла вручную глушить пошедший в разнос реактора линкора. Линкора. Ну, там пошедший в разнос реактор – это радиация же. Вот. Но если в боевой обстановке за такое дают ордена, мирное выгоняют, причем никуда не устроишься. Ну, тоже в пираты туда же, да? Обожают все, связанное с техникой. Вот. Ну, так как и тот, и другой корабль у нас, что у пиратов, что вот у Станислава, да, этот космический мозг. Это оба корабля довольно поношенные, выушные, можно сказать, да. Обе команды не такие богатые, поэтому чинить механикам приходится много. Только представьте, значит, у кого есть выушная машинка в семье, сколько родителей там чинят эту машинку. Примерно то же самое будет с космическим кораблем, да? Только в космосе… Если из машины обычной, да, на которой ты едешь по трассе, еще можно выйти и вызвать техподдержку, то в космосе с этим сложно. Поэтому, да. Там ведь пролетают иногда там разные команды другие. Что ты говоришь, Тима? Ну, в космосе ведь команда пролетает. А, пролетает кто-то еще, да, пролетает. Ну, хорошо, если кто-то еще пролетает. А если нет, то есть до ближайшей станции надо дотянуть, как минимум, ремонтной, да. Будет у нас еще тут один персонаж, который… И это Балфер. Вот это у нас злой пират. Причем с Роджером у него личные счеты, с нашим Сакае, да, который добрый пират. Вот. Требует, чтобы его звали Адмиралом. Пытался захватить базу Альянса, но столкнулся не только с пиратами, но еще и с командой наших вот этих мозгоедов. Но это уже позже. Об этом немножечко попозднее будет уже. Несколько раз, с которыми хочу, да, тоже познакомить. Одна из раз космических прекрасная абсолютно, с любовью такой выписанная – это офшуры. Офшуры у нас немножко похожи то ли на медведей, то ли на росомах. Вот. И офшурские психологи, когда офшуры начали торговлю с людьми, да, они решили, что лучше всего торговля пойдет, если они подстроятся под психотип еврейской культуры. Причем в основном из одесских анекдотов, да, культуры. То есть они, у них и речь такая в книге будет, такая одесская, да. У них и юмор такой, и прижимистость такая, да, и умение торговаться. Вот. Короче, офшуры, они очень такие вещи в себе такие, да, все в свою пользу, все в свою выгоду делают. Вот. Единственное, что нельзя делать, когда общаешься с офшурами, шутить по поводу их ушей. Вот. После этого офшур может и покусать. Поэтому лучше не надо. Да, вообще, по-моему, вот этот вот, который на картинке, он похож на рысь. Мне кажется, он где-то как медведь. Ну да, у него медведь. Да, у него и медведь как ухо. А при этом он еще на котиках. Ух. Да, да, да. Хотя, последствия моей кармании. Хе-хе-хе. Он на котика похож, потому что котики тоже вещи в себе обычно, да. Поэтому такое. Так. Значит, корабль. Сейчас сначала про наших космических мозгоедов. Значит, корабль приобретен в кредит. Команда набрана. Первый заказ взят. Экспедиция биологов летит на необитаемую планету. Планета. Близко к земному климату. То есть можно ходить без скафандра. Крупных хищников нет. Еще, ну, природа там еще не развелась до этого уровня. Есть только насекомые. И, ну, в общем, уровень еще того, да, развития, когда какие-то мелкие только формы. Команда звездолета может отдыхать в свое удовольствие. Но во время полета на эту планету Станислав Федорович, случайно, совершенно, ну, перебирая документы, смотрит, ну, когда корабль выходил с земли, ну, вылетал, им нужно было проходить таможню. А таможня проходится, то есть корабль пролетает через сканер. Ну, как мы проходим на таможне, да, тоже через сканер. И этот сканер определяет, сколько человек, там, что и так далее. И у них пишется в отчете, сколько-то, значит, человек и один киборг. Но у них нет киборга. То есть команда, все люди по паспортам, по карточкам, биологи, все люди. Вот. Но получается, что один-то из них киборг. А вот кто? И каким образом так получилось, что они даже не могут определить, кто? Вот. Ну, капитан не сомневается почти, скажем так, потому что у него начинается немножко уже, он начинает немножко сходить с ума из-за вот этой ситуации. Он, в общем, уверен, что Вениамин, вот его друг, это, нет, это человек все-таки, да. А насчет остальных он их только видит первый раз вот перед тем, как вылетать. И он не уверен, ну, он всех может подозревать буквально, да. Что делать? Ну, скажете вы, что такого страшного, да, ну, киборг и киборг, да. Тут есть несколько пунктиков, касающихся самого капитана. Во-первых, он не любит рыжих. И без его ведома наняли рыжего навигатора Дэна. Во-вторых, он не любит киборгов. Почему? Потому что он знает, на что они способны в боевом режиме, да, потому что он воевал, когда у них были боевые киборги. И он видел, да, что с ним невозможно справиться, и что они как машины-убийцы, да, могут работать. И, в общем, он побаивается за людей, за которых он отвечает, да, в команде. И потом он не знает, что у него на уме у этого киборга. Извините, никто не сообщает, что я, мол, киборг, да. Вот. А с рыжими у него связано тоже с военными воспоминаниями. Был у них такой рыжий старшина, по-моему, из-за которого многие погибли в бою. В общем, нехороший очень человек был. Ну, в общем, у капитана есть навигатор рыжий, с которым он. Старается не конфликтовать, ничего, да, не показывать. Но все-таки он ему напоминает вот того сослуживца. И в команде есть тайный киборг, который капитан даже не знает, да. Каким бы образом вы вычислили киборга в команде, интересно. Вот вас тут поставили. А не сломать, если на него воду молить? Нет. Они выносливее человека намного, и у них все биологическое. То есть там нету железа, так скажем. А тогда как они включаются? Ну, они более сильные, намного сильнее человека. Они могут переносить существенное повреждение. То есть у них перекрывается кровопотеря и так далее. То есть срабатывают. То есть они, как бы, человек в усиленном варианте. А почему тогда это плохо, что у них киборг, когда он просто может помогать? Если бы они знали, кто он, да, и что он хочет, и зачем он у них в команде, да. А если это какой-то такой тайный киборг, то у него и намерение тайное. То есть не поймешь, что он хочет, да. Вот. Капитан пытается выяснить, кто. Доходит до буквально там помешательства уже в этом плане. Сказать никому не может, кроме... Ну, вот он Вениамину этому сказал доктору. Они с доктором перерыли все, что можно сделать, чтобы определить, кто из них киборг. Вот. Ну, всю медицинскую литературу, да. Никак. То есть в сущности пока не наступит ситуация, в которой там какие-то повреждения критические начнутся, да, у человека. Определить, кто киборг невозможно. Он может скрываться до бесконечности. Капитан ходит, у всех карточки паспортные проверяет. Ноль результата. Потом он, значит... У них есть еще такой корабельный скин. Ну, это программа компьютерная, которая работает в корабле, да, полностью управление кораблем. Все, да, через него идет. Вот. Корабельный скин у них очень оригинальный. Кто-то до этого на корабле его запрограммировал. И это почти осознавшая себя личность под имени Маша, которая постоянно, значит, играет в игры всякие такие ролевые, типа... Ну, в общем, она не сообщает что-то механическим голосом, да, а постоянно имитирует какую-нибудь девицу, да. Капитану говорит, не слушаясь, там, допустим, или команда, приказ выполняется, а она говорит, хорошо, милый, таким задушевным голосом. Короче, капитану, вот, на часе от отчаяния, обращается к этой Маше, говорит, ты знаешь, кто тут киборг? Она говорит, конечно. Вот. Говорит, кто? Не скажу. Почему? Он мне велел. Значит, все-таки он киборг слова мужского рода. Короче, он ничего от Маши в итоге тоже добиться не может. В итоге Фениамин ему ставит вопрос, говорит, ну, вот, если ты выяснишь, кто у нас киборг, что ты сделаешь? Пристрелю, сгоряча, говорит капитан. Хорошо, говорит Фениамин, а кем ты готов пожертвовать? Ну, из команды, вот, вот у тебя сейчас люди, да, в команде, ну, кто-то из них киборг, а не человек, да. Кого из них ты готов пристрелить сейчас? Ну, капитан понимает, что никого. Вот. Ну, все равно как-то вот думает, кто это. Вот. Обнимашки, ноу, это типичное взаимоотношение Полины со всем живым миром. Так. Значит, Владимир, который у нас начальник экспедиции этих биологов. Жуткая личность, ну, в смысле ужасный, зануда, вечно все критикует, вечно ворчит, все ему не так, не нравится, вечно высказывает претензии какие-нибудь. Значит, единственный, кто ставит его на место просто идеально, это как раз Дэн, навигатор. Значит, Рыжий мог слушать-слушать, а потом одной меткой фразой поставить обидчика на место. С Владимиром работало безотказно, хотя всех остальных ученый успел задолбать по самое не могу. Он критиковал все, и допотопный корабль, и тяжелый рок, который любил слушать пилот в наушниках, но если стоять рядом, все равно раздражает, и коротковатую койку, и неудобную программную систему, и случайно попавшийся в каше камешек, и вообще любимой его присказкой было, это вам не в вакууме летать, тут думать надо. У нас, кстати, эта фраза звучала как, это вам не в шахматы играть, тут думать надо. Между ворочанием Владимир как-то обмолвился, что дома его ждет невеста. И теперь всей командой, команде жутко хотелось посмотреть на эту святую девушку, а то и скинуться ей на медаль. То есть, если нашлась девушка, которая выносит вот этого Владимира, то хотелось бы глянуть, как она выглядит. Для развлечения команда привезла механическую игрушку. Лису, по которой можно стрелять из электронного ружья. На картинке лиса. Поверьте на слово, что это лиса. Одним из наиболее сильных впечатлений для них оказалось чтение инструкции, которую шаарцы перевели через автопереводчик. Шаарские технологии, кстати, это прямая параллель с китайскими. Все, что с шааром связано, все, что они производят, это Китай в нашей вселенной. Лиса шаарская, неземная. Значит, они достают эту лису, чтобы поиграть уже на планете. Охотники вскрыли ящик и дружно подтянулись к затылкам. Под слоем уплотнителя лежало нечто огромное. На целого кабана хватит ярко-фиолетового цвета. Из пышного меха торчали две длинные, тощие и чешуйчатые ноги, напоминающие задние лапы кузнечика. Капитан брезгливо поворошил мех, и показалась голова, совершенно круглая, с пятью глазами и развалом клыкастой пасти. Что это? Лиса. Теодор был ошарашен не меньше других. Вон и на ящике написано большими буквами. А маленькими сделано на шааре, пригляделся доктор. Да, наверное, для тамошних сиреневых пустынь окрас этого хищника идеален. В одной из книг, кстати, они встречаются с реальной такой лисой. К ней инструкция хоть прилагалась, саркастически спросил Дэн. Вон сбоку лежит. Теодор вытащил из ящика треугольную книжицу на серой бумаге, сделанной даже не из вторичного, а третичного, то есть четвертичного сырья. Ну-ка, ну-ка. Пилот быстро пролеснул страницы с шаарскими закорючками, еще разделано интерлингве. Ну, это международный всеобщий язык. Инструкция есть, очень важен в дело иметь лис. Теодор осек себя задаченно пробормотал себе под нос. Действительно, без инструкции мне бы это в голову не пришло. Познай ее всю. Кого? Лису? Стрепенулся, успевший задуматься о чем-то своем капитану. Наверное, через автоматический переводчик прогнали. Читай, читай, мы все внимаем. Оно, держать в руках, высокотехнологичный выплеск, наша фирма. Продолжил Теодор. И тут же потребовал точнее. Кто оно? Все правильно. Дэн ткнул пальцем сначала в пилота, потом в полину. Зачаровано гладящую лису по шерсти. Ты читать, оно держать. А на шааре, разве есть средний пол? После такой лисы я уже ничему не удивлюсь. Теодор откашлялся и продолжил. Куча продаж. Устройство править. Устройство лиса. Устройство инструкция. Смертный трубка. Купи отдельно ты. Купил отдельно. Я лежат рядом они. Станислав вытащил из чехла одно ружье. Примерился к прицелу. Стиль, да, такой красивый переводом. Общать лиса нежно. Со все большим чувством читал Теодор. Опущение вода, огонь, едущей субстанции есть скорбный горе. Контакт с лис есть экстаз для толпа и тайный убивец. Снайпер. Щупай лиса бок. Пуканье кнопки. Результат ожидаемый. Бум. У нее что, предусмотрена система соуничтожения? Запеспокоился капитан. Вряд ли. Подозревает, а и есть искомый включатель. Дэн натиснил Полину и, порывшись в груди меха, чем-то щелкнул. Лиса содрогнулась, перевернулась, подобрала лапы и подняла морду, слегка ею покачивая. Мутные глаза туско поблескивали, довершая сходство с бешеной. Гладить ее девушка больше не рискнула, вцепилась в пульт. Теодор как раз дошел до его описания. Лиса иметь режим убег, лежение, кружение и уживый кусь. Надежда использовать лиса во тьма всегда ствой. Кнопка синь. Полина тут же ее нажала и с глаз лисы брызнула по красному лучу, а на кончиках меха возникло голубоватое свечение. Утрата лиса, даль, воззови, желтая кнопка, печальная самка, крик. Полина воззвала, и охотники дружно отпрыгнули от ящика. Лиса издала пронзительный, вибрирующий вой, как если бы кто-то наступил на хвост кошки, застрявшей в стальной воронке. Исключительно печально подтвердил доктор, утирая выступивший на угу пот. «Любить ваш лиса, и он любит вас». На этой оптимистичной ноте инструкция закончилась. Ну что, всем понятно? Более вини. Да уж, беспокоит меня это должен быть. Если бы такой язык, перегданный в переводчик, был бы международным, он бы все бы укахатывались. Такое ощущение, что вы не читали ни разу китайских описаний товаров на китайских магазинах, на международных. Не читала. Не читала, да? Сейчас уже получше стало. До этого додуматься до того, что это значит, это целый ребус решить надо было. То есть это было именно, ага, вот это вот, надежда использовать лиса во тьма всегда ствое. Вот типа этого и было. «Беспокоит меня этот лживый кусь», – заметил Станислав. «Вы его лучше не трогайте». Полина разочарованно шмыгнула носом и убрала палец кнопки. «Как вы думаете, что такое лживый кусь?» «Это когда гладишь кофе, она тебя кусит». Там у нее такие зубы, что лживый, не лживый, неизвестно, чем это кончится, да? Кстати, потом этот лживый кусь будет показан таким, просто не на этой команде. «Да, давайте для разминки кружения попробуем», – поддержал доктор. «По крайней мере, это единственное слово, в значении которого мы не сомневаемся». «Главное, чтобы это значение совпадало с шарским», – проворчал капитан. Светящаяся лиса зазменилась по лужарке. Двигалась она быстро и шустро, но все равно производила впечатление смертельно искалеченной, ползущей издыхать в укромное место. «Боже, какая мерзость!» – с отвращением сказал Станислав, скидывая ружье к плечу. «Я бы пристрелил подобную тварь только из жалости, чтобы прекратить ее мучения на этом свете». Ружье издало тонкое противное «пиу», как в детской компьютерной игрушке, и стрельнуло зеленым лазерным лучом. Он пролетел у лисы над головой, и робот, уловив его сенсорами, вильнул в сторону, уворачиваясь от второй пули, совершенно безвредной, но выключающей игрушку. «Выстрелить еще раз» Станислав не успел. Лиса скрылась в лесу. Немного подождав, Полина нажала желтую кнопку. «Обегает базу!» – заключил Теодор по бою, и лиса почти сразу показалась с другой стороны купола. На этот раз Станислав не стал целиться, а дал по роботу серию выстрелов в решиме автомата. Лиса горестно вякнула и завалилась на бок. Задрав лапу и очень достоверно ею подрыгивая. «Вы как хотите, а я с этой лисой чувствую себя полным идиотом», – сообщил капитан, передавая ружье Теодору. «Лучше уж по консервным банкам из тапельного пострелять». «Да ну, забавная игрушка!» – вступился за лису доктор. «Ты просто не умеешь расслабляться, Стасик». «Умею!» – с достоинством ответил Станислав. «Пойду кофе себе сварю и какую-нибудь умную книжку почитаю. Без вкусьей и смертных трубок». Короче. Смертные трубки. Да, да, да. Потом, через некоторое время, на корабле… Они уже распаковались, они уже на той планете, да? На корабле стояло постоянно, капитан не мог понять, почему в пульте гостиной у них стоит какое-то блюдечко на полу, и в этом блюдечке периодически появляется молоко, колбаска нарезанная, еще что-то. Обнаруживает в начале Полину в расстроенных чувствах, и выясняется, что у Полины был щурек. Щурек – это такой зверь, который у нее пропал. Эндемик из бессолнечной долины на Варте. Это такое девушка прессовала беспомощно руками, нечто размером с крысу. Ну, вроде бурндука, только без хвостика. «А почему я раньше тебя его не видел?» «Так я не показывала, а вдруг вы меня с ним на корабль не пустили?» Станислав наверняка бы не пустил, и теперь только в сурово хмыкнул. Но девушка вылезла из-под пульта таким печальным видом, что ругать ее не повернулся язык. «Он хоть кобеля нам не погрызет, вряд ли, неуверенно сказала Полина, но вообще-то он всеядный и колбасу любит. Как он хоть выглядит?» Предупрежу, ребят, пусть высматривают. Серенький, проплешинах, уши большие и лысые. Рисуем картинку. Лапки кривые, глаза красные, раскосые, и между ними третий недоразвитый, теплочувствительный. Только скажите, чтобы они мусю руками не хватали. Он кусается и царапается, и вообще дикий. Так что подзывать его, честно говоря, бесполезно. «Зачем тебе такой нужен?» – поразился капитан. «Ну как зачем?» – округлила глаза лаборанка. Он же лапочка. Знаете, вот это вот серенький проплешинах и так далее напоминает тот анекдот, когда потерялась собачка, одного уха не хватает, на боку там какие-то проплешины, еще что-то там такое, лапка переломана, отзывается на кличку «Счастливчик». Вот примерно вот этот вот с щурьком. «Зачем тебе такой нужен?» – лапочка. Ну, скажем так, эта лапочка сбежала и сдохла на… Короче, где-то в глубине воздухосистемы, вот этой системы воздухоподачи корабля. Можете представить себе запах, да, в корабле? По кораблю расползся сладковатый гнилостый душок, в коридоре гостиной слабее, в пульта гостиной сильнее, в уборной вообще не удавалось высидеть больше двух минут, причем включенная вытяжка только добавляла гони. Эта тварь сдохла в системе вентиляции. Наконец вынес вердикт Теодор, принюхивавшийся ожесточением других. Бедный Мося шмыгнула на сам Полина. Он, наверное, заблудился или застрял. Бедный мы, – с чувством возразил пилот, и вооружился с отверткой, фонариком и щупом, с тремянкой поддержкой Дэна, отправился искать место последнего покоения злосчастного Мося. Но найти они не смогли этого Мося. Осталось только ждать, пока трупик не усохнет сам по себе. У каждого человека есть свой скелет в шкафу, мрачно пошутил доктор. У нас будет вентиляция. За считанные часы щельком провоняло все. Одежда, обивка коек и кресел. А обед, похоже, вообще из него приготовили, из остатков заварили чай. «Я чувствую себя стервятником, слетевшимся на труп», пожаловался Станислав, подозрительно рассматривая насаженную на вилку фрикадельку. «У нас точно морозильная камера не сломалась?» «Нет, когда я покинь брал, они как камни были», заверил Теодор, но завидным аппетитом тоже не проявил. В итоге даже Мария Сидоровна, это из биологов команды, сразу после трапезы поспешила удрать на базу. Хотя там ей приходилось работать, ну, видимость работы создавать. Команда осталась нюхать. Короче, это пока на этом остановимся, да, с этим щурком. А дальше следующая будет история, то есть серединку читаем, да, потихонечку там. Следующая у нас будет тогда рассказывать историю о том, как они познакомились с соседями, потому что экипаж Сигуре высадился, по случайности или нет, но на той же самой планете. И этим командам суждено познакомиться у нас. Вот. А потом уже заключительный этап будет. То есть, ну, еще два, две встречи, да, по этим, по этой истории сделаем. Так, ну, как вам? Мне нравится. Ну, и смешно. Некоторые части им нравятся. Ну, да, нравится. Туда надо вникнуть в эту вселенную, потом все будет нравиться. Сейчас просто пока немножечко с ними познакомиться. Так, ну, ладно. Все тогда на сегодня. Все, ребята. Давайте до следующей пятницы тогда. Пока-пока. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok